Всем привет! Вот канал Гекта Лайф из Сбермаркет... Вернее, через серию Сбермаркет из Ленты. Снова приехали к нам продукты. И сейчас я покажу, что конкретно. Поэтому возить что-нибудь вкусненького поесть, да? Заварить себе что-нибудь чайку, кофейку. И приятного просмотра. Погнали! Это продуктовые покупки. Я распаковала пару... Нет, три... Я хотела пару-тройку сказать, но три пакета, да, три пакета. И вот что в них находилось. Палермо и Бордо. Взяла вот такую колбасу. Я люблю, очень люблю Палермо. Но вот отдельно, кстати, ее что-то не купить. О, савказ... Со вкусом красного вина. Ничего себе. По итальянским рецептам. Палермо, вот я говорю, я обожаю. Уборное мясо. Ну, такое что-то. Это нарезочка. Вот. И Палермо выглядит вот таким образом. Но обычно ту Палермо, которую я приобретала в нарезке, она большая. Это какая-то маленькая. Прям совсем такие кружочки вот маленькие. Ладно. То взяли, то взяли. И также, пока я Палермо смотрела, именно искала, да, отдельным... Ну, вернее, мы с мужем искали отдельно Палермо. Имеется в виду колбасу целую, не только в нарезке. Ну, естественно, ничего не нашлось. Зато я нашла вот такой интересный светлогорье. Сырок Палермо с инжиром. Это интересно мне стало. О, я решила взять там на фотке. Вроде не неплохо выглядит. 54, по-моему, рубля. Но в конце, как всегда, я вам вставлю эти принскрины с ценниками. Вы сможете посмотреть обязательно. Поэтому досматривайте до конца. Если интересно особенно узнать цены, да. Вот. И вот такой сырок. Попробуем. Светлогорье. Я говорю, я таких вообще ранее не встречала. Не набрала бы Палермо и не знала бы о них. Странного цвета колбаса. Но мы посмотрели отзывы, что она очень вкусная. Она как бы дорогая, да. Колбаса сырокопченая и тоже итальянская. Вот. И на вид она достаточно классная. Ну, в смысле, на вид она как раз не очень. Но по отзывам она классная и вкусная. В общем, взяли для пиццы. Буду пиццу готовить. Следующее. Это петелинка. Колбаски для гриля с сыром. Потом курица. Петелинка тоже. Ну, куриное филе, в принципе. Взяли на развес свиной фарш. Ну, как-то тут как будто много жира в нем. Ну, как будто так и есть. Странненько. Ну, ладно. То есть, выглядит не солидно, не солидно. Дальше. Муж решил взять о сорте овощное острое маринованное. Ну, тут вот что-то такое. Чуть морковь. Да, морковь. Капуста, перец, огурец. Ну, такое необычное. Но острое, маринованное. Интересное. Прям соленое, не соленое. Я бы так поела. В принципе, иногда, знаете, хочется. Бывает такое. Так, взяла в этот раз вот такие котлетки. Знаете, зачем? Вот иногда нет времени готовить. Но что-то надо сделать, да? Поужинать. И вот это отличный вариант. Потому что эти лошкарёв котлеты из индейки неплохие. Здесь шесть штук. Очень удобно. Вот. Так что, как говорится, пусть будет. Дальше. На ужин. Тут на один из ужинов я взяла свинину. В маринаде. Что-то там такое было. Ну, когда предскрин выложу, почитайте, как это называется. Потом мы взяли шашлык, лента, фреш из свинины, в томатном соке и полуфабрикат. Ну, такой интерес шашлык сегодня на ужин сделаем. Дальше. Вот знаете что? Косяк. Хлеб, фреш, лента. Свежая, собственно, пекарня. Всё, конечно, неплохо. Но вот мы только брали с сыром. А нам положили обычную. Без сыра. Понимаете? А мы заказали два. Не знаю. Сейчас дальше посмотрим. Может, там будет что-то нормальное. Вот такую карточку они кладут всё время. Последнее. Дальше. Торт. Красный бархат решила взять. На фото он вообще другой. Опять же, принтскрин, когда увидите, поймёте. Но сам красный бархат такой должен быть. Поэтому тут, в общем, никаких вопросов. Достаточно нормальный состав по тому взяла. И это лента фреш. Торт ручной работы. У них, кстати, есть чизкейки. Очень вкусные пирожные. Поэтому могут, могут. Вполне возможно. Тем более, если он ручной работы. Посмотрим, как он будет по вкусу. Надеюсь, достаточно вкусный. Потому что, например, у Палыча, честно, мне не нравится. Он какой-то сухой. Так. Дальше. В этом пакете бананы. Такие вот нам положили. Лампы в этот раз положили. Потому что в прошлый раз нам не привезли. В этот раз, к счастью, привезли. Это нам в ванную. У нас там лампочка перегорела. Ну и одну, как факт, данную запасу. Ну, очевидненько. Также мы взяли 3 килограмма картошки. Но я уже доставать не буду. И вот смотрю, здесь тоже что-то еще лежит. Две каких-то. А, ну вот это мы уже с вами тоже видели в каком-то заказе. А вот это что-то новенькое. 40%. Тоже какие-то скидочки, всякие дела. Вот, к слову, кому надо. Можете воспользоваться. Вот так интересно. Так, ладненько. Все, вроде здесь, кроме картошки, ничего не осталось. Поехали дальше. Так, также я взяла вот такие булочки. Они очень вкусные. И там должно было быть 6 штук. А тут только 4. Я сейчас как-то перепроверю. Ну, точно должно было быть 6 штук. Если и тут подвох. Ну, это вообще что-то они в этот раз накосячили, так накосячили. Ну, больше я не вижу здесь булочек. И хлеб, опять же, положили тоже неправильный. То есть, такой же, который мы не знаем. А мы еще две штукки взяли. Ну, вот такого фига. Ну, вот кто так делает? Вот, знаете, по-моему, первый раз с таким сталкиваемся. Ну, это уже хамство откровенное. Насчет булочек еще пойду сейчас гляну. Потом вот это мы Тимошки взяли. Он еще любит соленые палочки. Таких тоже палочек я ему взяла. Так же, две упаковки. Они как бы одинаковые вообще. Били еще. А вот еще две Димошки. Так вот. Вот это он любит. Тоже беру не первый раз. Также Димошки шоколадка Риттер Спорт. Белая. И вот такая шоколадка. Тоже Риттер Спорт. Что он лучше себе взял в Баунте. Две штуки там должно быть. А вот второй Баунте. Также он сначала не хотел брать. Но потом... А, возьму. Все-таки я его как бы уговорил. Можно сказать. Цельный кондукт вот такой мелко. Дальше меня очень муж отговаривал. Но я говорю, ну нифига, хочу взять все-таки это. Чеснок, трава, соль, приправы. Вот Катане. Хорошие такие приправки. В этих вот. Там у них, знаете, есть еще для кофе. Я брала корицу. Есть там что-то соленая карамель. Есть еще какая-то карамель. Просто карамель сладкая. Вот. Ну а тут неплохо. В общем, буду ее использовать как раз для чего-либо. Что-то такого вкусненького на ужин, когда буду готовить. Из мяса, например. Или из курицы. Ну, в общем, не знаю. Хотя вот я все время, я уточняю, да, типа из мяса или курицы. Но на самом деле курицы тоже мясо. Я не понимаю, почему это в разных местах. То есть там мясо отдельная категория, а курица отдельная. В смысле? Это же по сути одно и то же вообще-то. Да? Как-то странно. Мясо птицы. Мясо там других животных. Ну ладно, бог с ним. Просто так уточила. Потому что, может быть, многие так и привыкли это воспринимать. Хотя я говорю, это какой-то бред. Дальше. Взяла вот много приправ. В этот раз я прям набрала с грибами в сливочном соусе макароны. Такую приправу от Кнор. Также взяла макароны в сливочном соусе карбонара. Такое тоже интересно это маги. Сейчас еще покажу. Мне всего 10 овощей. С крупными кусочками овощей. Прикольно. Так, из этого все. Сейчас пойду плюшечки смотреть, что мне интересно, знаете ли. Решила взять попробовать впервые такие лазь-чипсы, моцарелла с песто. Сочетание очень вкусное. В моем вкусе. Вот. Вот такие в покупочке. Сейчас немножечко отлучусь. Но для вас это будет мгновение. Посмотрела пампушки. Там просто на фото вроде как типа 6. А по факту просто 10 грамм. Так что здесь все в порядке. И получается косяк именно только с хлебом. Потому что там четко написано с сыром. Да и на фото тоже сыр присутствует. Именно с сыром мне очень нравится. Поэтому я хотела 2. Он так быстро съедается. Такой вкусный. А как и то, привезли 2. Да и не тех, что я хотела. Хотя он тоже свежий, классный. Но как бы все равно не то. Правильно? Я же не этого, как говорится, желала при заказе. Так что сейчас пойдут при моем общении с вами. Пойдут вот эти вот принт-скрины. Посмотрите внимательно на них. И собственно вот такие вот покупочки получились. Также вы видите общую сумму. Да и увидите, что было отменено. Если видео досмотрено тобой до этого момента. Значит оно тебе понравилось. Это повод его оценить и написать комментарий. Да и подписывайтесь, если еще до сих пор этого не сделали. Всем пока!